В этот период испытаний и трудностей, которыми мы проходим, в этот особый период церкви последних дней, постоянно молитва наших служителей о том Господу, чтобы Его благодать и сила не отходила от ваших домов. Я имел некоторые размышления о Его слове, которыми желаю поделиться с вами кратким образом, друзья мои. Почему Господь допускает разочарование в нашей жизни? Почему наши даже благие желания, то ли видение Богом посылаемое, часто подвергаются очень серьезным испытаниям? Во-первых, Бог допускает нашим целям быть испытанными, потому что Он желает, чтобы наш характер соответствовал нашим целям. Когда Бог показывает нам Его видение или Его желание дает, Он более желает видеть нас то, кем мы станем, чем то, чего мы достигнем. Моя цель более привязана к тому, чтобы я собой являл, кем я есть в Боге, чем то, что я делаю. Но из-за того, что мы живем в мире, который, к сожалению, оценивает наш успех не тем, кто мы есть на самом деле, но тем, чего мы достигли. Многие духовные лидеры падают в ныне и отчаяние, когда не все клеится или устрояется так, как бы этого хотелось. Или когда нет быстрого ответа на наши молитвы. Бог допускает нашим или таким моментом в нашей жизни не потому, чтобы наказать нас, но для того, чтобы вывести наш характер на уровень или на размер нашей цели или того видения, которое Он нам дал. Бог желает показать нам, что Он ценит нас даже не из-за того, что мы делаем, но из-за того, кем мы есть в Боге. И крещение Иисуса Христа – это прямой тому пример. После того, как наш Господь принял крещение от Иоанна, написано, от Иоанна Крестителя, Писание говорит о том, что Дух Божий сошел на него в виде голуба, написано, и голос Отца с неба произнес, «Сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Видите, друзья мои, Бог ценил своего сына не из-за того, что Христос что-то совершил на земле, но из-за того, что Отец любил своего сына и великолюбил его. К тому времени служение Иисуса Христа даже не началось. Он не совершил ни одного чуда. Но при крещении Бог Отец выразил свою благую волю, свою безграничную любовь. Друзья мои, мы должны напоминать самим себе о том, что наша ценность в глазах нашего Отца и его расположение к нам не базированы на том, какой успех мы имеем, но на том, кто мы есть в нем. Он любит нас даже тогда, друзья, когда мы боремся, преодолевая трудности, не всегда достигаем тех или иных результатов, желаемых. Он продолжает любить нас даже тогда, когда мы разочарованы или споткнулись, когда мы на высотах или когда мы в долинах. Я благодарю Господа, что это не моя ответственность быть моделью или совершенным лидером, или пастыром безо всяких недостатков, но это моя ответственность быть его сыном, дорожить и ценить этим, скажу, сыномством, принимать родство с ним от его Отцовства и быть послушным его Слову. Живя и поступая по этому принципу, все в моей жизни имеет успех, независимо от того, каким образом посторонние оценивают мой успех. Господь более всего заинтересован видеть в нас то, кем мы есть в нем, чем даже то, чего мы достигли. И во-вторых, Бог допускает даже разочарование в нашей жизни для того, чтобы подтвердить то, что без него мы не состоимся и не достигнем полноты в нашем призвании. Богом данная нам цель намного больше нас самих, и достигать ее своими силами невозможно. Я убедился в этом неоднократно, находясь в служении, друзья мои, вот уже много лет. Когда Господь посылает нам конкретное желание, Он также дает нам все необходимое для того, чтобы Его цель стала реальностью, и наши желания осуществились. Каким бы ни было наше желание, то ли в работе, то ли в служении, то ли в семье, то ли в учебе, то ли в церкви, Господь может допустить испытания в жизни. Он будет делать это для того, чтобы подтвердить то, что только с Ним наша мечта, наши желания или любые цели станут реальностью. Бог это делает. Бог да благословим вас светом.